Министр образования выгнал из зала прессу, когда завел с педагогами разговор о некачественном высшем образовании в Казахстане. Инцидент произошел сегодня во время представления нового ректора технического университета. Министр образования Ирлан Сагадиев приехал в Караганду специально, чтобы представить нового ректора политехнического университета. С этого года ректоров вузов не назначают в министерстве, а выбирают. Один человек имеет право возглавлять вуз два срока по три года. Глава Караганинского политеха стал пятым по счету выборным ректором в стране. Мне хорошо известен и потенциал коллектива. Есть в этом зале много моих, даже и учителей сидят, и тех коллег, с которыми я долгое время работал. Я знаю большой, высокий потенциал нашего коллектива. Что касается ректорской работы, в этом плане тоже для меня нет больших секретов. Поскольку есть опыт предыдущей работы в Донусе реки, она на поддержание четырех лет в Тимиртау. После официально поздравительной части министр завел речь о насущном и осекся, вспомнив, что в зале есть представители СМИ. Правительство недовольно качеством образования высшего. Оно недовольно. Значит, и население недовольно, большая часть населения недовольно. Значит, часть это заслуженно, часть это незаслуженно. Две вещи мы сейчас, концептуальные идеи хотим продвигать. Первое – это то, что… Так, это пресса… Уже началось рабочее совещание. Довольно ли на самом деле население качеством образования, мы спросили у самих граждан. Если молодежь более-менее она устраивает, то старшему поколению, которое видело и другую систему образования, нынешняя нравится не всегда. Считаю, что у нас прекрасная система образования. Надо более проще, наверное, относиться к этому и как-то придумать что-то такое новое, чтобы дети воспринимали это легко, чем они всю ночь сидели за 20 книгами и не знали, что делать. А там мучают держать осанку. Если сколиоз, допустим, плечевого отдела, тогда голова недополучает питательных веществ. Это очень важно. Ну, чтобы понизили оплату за учебу, потому что сейчас очень дорого. На грант поступать тоже очень трудно, потому что просят везде деньги. И даже если ты, например, там знаешь или там тебе ума хватает, но поступают те, у кого есть деньги. Я учусь на английском, мне не тяжело. Нормально? Академическое образование было. Нас учили всему. Истории, географии, физики, химии, математики. А сейчас какие-то, ну как, дети выбирают себе биологию и учатся как усиленно по биологии, по химии. А он же не знает, куда он попадет и где он будет и что. Не получится с химией, куда он. Сын ходит в первый класс. Даже для родителей очень тяжело учиться. Ее надо менять обязательно. И вернуться к тем советским временам, когда люди выходили, имея знания, а не только возможность на компьютере что-то сделать. Способны, талантливые люди все равно пробьются. Учеба стала более доступной. Доступны разные колледжи, группы, профессии разные. Образование идет на то, чтобы все выучивать, заучивать и все. Чтобы ЕНТ сдать. Благо ЕНТ сдать и поступить куда-то на грант. А точных целей нет. Цели. Я хочу стать тем, я хочу поднять Казахстан. Такого нет. Заслуженный работник системы образования Дмитрий Бойко 35 лет руководил коммерческим колледжем и отстоял его в тяжелые 90-е годы. До того работал в школе, начиная от простого учителя до директора. Его общий стаж в педагогике 55 лет. Ну, если так откровенно говорить, система образования добивает до конца. Та отрасль, которая, та система, которая в 53-м году, спустя 8 лет после войны, система образования Союза занимала 4-е место в мире. Сейчас пока что высшее образование Казахстана на 101-м месте в мире. По уровню интеллекта школьники наши из 65 стран, в лучшем случае, занимает 58-е место и так далее. Здесь сохранились учебные заведения, которых не сбавляют требований, студентов учат нормально, но в их, к сожалению, сейчас все продается, покупается. В том числе покупаются знания, дипломы, должности, работы и так далее. Так что я с тревогой смотрю в будущее. Образование – одна из самых реформируемых сфер в Казахстане. Вот только выходит, что толка от этого пока немного.